Привет! Макароны, рис, рыба, мясо и так далее. Все эти продукты очень хорошо подходят для набора мышечной массы. И все эти продукты в моем рационе всегда чередуются. И лишь один продукт остается неизменным всегда. Это молоко. Сидел бы я на массе, был бы я на диете. Без разницы, молоко в моем рационе присутствует всегда. На самом деле, молочный белок это очень качественный белок, который очень хорошо усваивается. И молоко я постоянно включаю в свой рацион. Я выпиваю примерно один, может быть даже два литра в день. В зависимости от того, как выглядит мой другой рацион. То есть, если я где-то не добираю, я могу выпить молока больше. Даже, в принципе, если молоко сделано из сухого молока, все равно это молоко. Все равно это, может быть, не такой качественный, но все равно это молочный белок, который очень хорошо усваивается и очень хорошо сбалансирован по незаменимым аминокислотам, которые полноценно построят наши мышцы. Также, помимо молока, я беру вот такую вот творожную массу. Здесь 300 граммов примерно. Вот если взять молоко и вот эту творожную массу, здесь 300 граммов, примерно 15 граммов белка, здесь 45, и в этом литре 30. То здесь уже получается практически 80 граммов белка. Мне, как натуральному спортсмену, и вам, как натуральному спортсмену, нужно примерно 1,5 грамма белка на 1 килограмм веса. То есть, если вы весите примерно 80 килограммов, то вам нужно где-то 120 граммов белка. И вот употребив, допустим, два вот таких вот продукта, это, кстати, продукция какого-то нашего местного производителя Хабаровского, вот, ну, домик в деревне, я не знаю, где производить, но молоко хорошее. То есть, фактически, на 120 граммов белка, который мне нужно употребить в сутки, там, плюс-минус, 80 граммов я компенсирую с помощью вот этих вот продуктов. Да, и мне остается, грубо говоря, компенсировать 40. Это, ну, 200 граммов мяса, да, 200-300, там, плюс-минус, или рыбы, либо какого-то другого белкового продукта. И я прекрасно в день укладываюсь по белку, ну, плюс еще, если вы употребляете какие-то гарниры, ту же гречку, да, в ней тоже достаточно много белка. Вот, если в плюс к этому докидываться еще и отдельными аминокислотами, например, БЦА, потому что растительный белок, он неполноценно сбалансирован по незаменимым аминокислотам, то, в принципе, употребляя даже в сравнительно небольшом количестве молочную продукцию, можно очень хорошо добирать по белку. И мне, скажем так, такие продукты, что касается вкусовых предпочтений, очень нравятся. Я надеюсь, что вам тоже. Поэтому молочка, молочка и кисломолочка, это то, что должно обязательно присутствовать в вашем рационе, да, также там много кальция и различных витаминов. Кстати, есть молоко витаминизированное, да, тоже его можно употреблять, кстати, про витамины недавно спрашивали. Ну, вот и все. Вот они, мои незаменимые продукты, и в первую очередь молоко для набора мышечной массы. И даже на сушке, просто на сушке я беру молоко с меньшим процентом жирности, я беру полутора процентное или 0,5. Есть еще такое молоко, 0,5 процента жира. Вот и все. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в контакт, ссылка на мой профиль в описании к видео. С вами был Александр Добромиль. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok